Субтитры сделал DimaTorzok Внимательно слушают речь президента. По сути, это позиция России. Обеспечение максимально благоприятных условий для динамичного развития, для решения масштабных социальных и экономических задач, повышения качества жизни граждан России. Всё это послам нужно учитывать, чтобы сотрудничество было выгодным для обеих сторон. Мои руководители хотят видеть цифры, хорошие цифры, экспорт, передачу технологий, инвестиции. Так что задача посла заключается в продвижении экономических интересов. У двух наших стран есть общие интересы, которые остаются неизменными, независимо от международной обстановки. Все они сменяют в диппредставительство своих предшественников. Это сложившаяся практика. Послы не остаются на два срока подряд. Для вручения верительных грамот послов вызывают не по алфавиту, не по фамилии, не по названию страны, а в том порядке, в каком они прибыли в Россию. Причём значение имеет не только день, но даже час и минута прибытия. Таков дипломатический этикет. Президент кратко описывает отношения между странами. Вот, например, Узбекистан. В ходе предстоящего на следующей неделе государственного визита в Ташкент у нас с президентом Шавкатом Ирамоновичем Мерзиёевым состоятся обстоятельные переговоры. Вместе с главой Узбекистана дадим старт строительству Росатомом 1-й узбекской атомной электростанции. А вот об отношениях с Болгарией. В своё время, к сожалению, не удалось реализовать проект «Южный поток». Но сейчас появляются новые возможности для того, чтобы Болгария играла весомую роль в транзите российского газа на европейские рынки. В приветственной речи Владимир Путин упомянул ряд проблем, где необходимо международное сотрудничество. Борьба с терроризмом, преодоление последствий сирийского кризиса. При нашей решающей роли удалось нанести сокрушительный удар по террористическому интернационалу. Сохранить государственные страны. На повестке дня восстановления разрушенной экономики, инфраструктуры. Возвращение на родину миллионов беженцев, что позволило бы снизить миграционную нагрузку на многие европейские страны. Рассчитываем, что помощь сирийцам в решении этих вопросов станет совместной задачей мирового сообщества. По мнению президента, сейчас остро не хватает классической дипломатии, силы слова и переговоров. Именно этого Россия ожидает от всех стран, в том числе тех, чьих посланников сегодня принимали в Кремле. Александр Евсегнеев, Ирина Виноградова, Антон Косимович, Вести.